Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами в разделе спинни для начинающих поговорим о ловле на колеблющиеся блесны. Ловить мы будем не на маленьком платном озере, не на тайхе, как говорят, не на платнике, а на большом диком водоеме. И ловить мы с вами сегодня будем, я так надеюсь, форель. Так как водоем большой, нужны будут дальние забросы, поэтому мы будем с вами использовать блесны такой, скажем так, продолговатой формы. Они лучше летят. Их можно, естественно, дальше забросить и обловить большие площади, чтобы найти активную рыбу. Прежде всего нам нужно найти горизонт, в котором стоит рыба. Мы не знаем, когда летом тепло, рыба стоит с самого верха, тут заморачиваться не надо. Поклевки от самой поверхности, ну максимум до полметра, то есть забросил, сразу крути. Сейчас же всплесков нет, то есть рыба стоит чуть поглубже. Всё, мы первый заброс вот сейчас сделаем. Выбрали слабину и сначала проведем просто по поверхности. Мало ли, может рыба не плещется, а удар сделает, может поднимется, ударит. Вот мы делаем проводочку. Опять же, проводочка начинаем делать просто равномерно и иногда там несколько оборотов катушки, потом вот так вот неголичка сброс такой блесны, чтобы она как бы встрепенулась и опять дальше пошла играть. Буду сразу рассказывать и о том, как пробить горизонт, в котором стоит рыба и проводки. Вот это вот как бы первое это равномерная проводка и равномерная проводка с подыгрыванием. Мы провели вдоль поверхности. Поклевок у нас с вами нет. Делаем заброс. Считаем. Двадцать один, двадцать два. То есть заглубили немножко блесну и делаем опять проводочку. Проводку можно делать не только вот равномерно. Мы вот остановили и блесна посыпалась. То есть если мы делаем с остановками, блесна сыплется. Бывает такое, что именно на моменте, когда сыплется блесна, идет поклевка. Вот мы практически закончили проводку эту, но поклевки нет. Сейчас заглубим. Следующий заброс мы сейчас сделаем и заглубим блесну уже поглубже. Двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. И еще один способ подачи. То есть мы ведем и все время вот так вот подтвичиваем блесну. Она колеблется из стороны в сторону. Ну, в дальнейшем, чтобы не занимать больше вашего внимания, не тратить время, пока поклевок нет. И дальше ведем отсчет. Заглубляем блесну до тех пор, пока не последует поклевка. Потом запоминаем мы этот момент. Допустим, этот счет. Допустим, у вас на счет 30 клюнуло. Вот и считаете. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И если у вас на этом, допустим, на 10 секундах произошла поклевка, значит и следующие забросы вы делаете, делаете отсчет до тридцати и потом начинаете проводку. Как бы все очень просто. Значит, проводки я приблизительно показал, то есть это равномерное, равномерное с подыгрыванием, равномерное с паузой, чтобы блесна посыпалась и подтвичиваем. Это как бы основные проводки, которые вам понадобятся при такой рыбалке. Теперь, что касается расцветок. Я сейчас поставил, ну, относительно темную блесну сразу с стал ловить, потому что солнце светит. Но вообще, если вы приходите на водоем, в любом случае, начинать лучше сначала ловить с ярких расцветок и потом переходить на приглушенные. И в любом случае нужно обязательно менять. То есть вот у вас, как правило, рыба привыкает к определенной расцветке. Вот вы забросили какую-то расцветку, у вас одна, две поимки, там пару поклевок, потом щипки, а потом вообще перестают как бы происходить поклевки. Почему? Потому что рыба, привыкла к этой расцветке. Меняйте даже та же самая блесна, но в другой расцветке и поклевки уже есть. Поэтому не забывайте менять расцветку блесны. И, естественно, что нужно, если вы не знаете, где стоит рыба, то вот пробили один, допустим, участок водоем, стали одно место, пробили от верха донизу. То есть самый крайний случай, это выложите приманку, уже кладете приманку на дно и делаете проводку вдоль дна. То есть вот положить, что вам покажу, леска в этот момент, когда у вас приманка ляжет одно, она у вас провиснет. Рассказываю начинающим спиннингистам. Профи прошу строго не судить. Все, блесна легла на дно. Мы чуть подорвались и делаем проводочку вдоль дна. То есть обычно я пробиваю весь горизонт, начиная сверху и донизу. И если на этом месте как бы поклевок нет, меняю еще там цвет блесны, нет, перемещаюсь дальше. Друзья, вот клюнула форелька, но это просто крошечная, но неважно. И это маленькая ручевая форелька клюнула. Сейчас мы ее сразу отпускаем с вами. Мал золотник додорок, первая рыба. Вот сработала такая блесна, видите, под форельку. Раскраска довольно часто. Форель каннибал поедает свою молость, поэтому раскраски напоминающие форельку срабатывают довольно-таки часто. Когда вы уходите по водоему, обязательно обращайте внимание на такие заливы, где ручьи впадают, там вот чуть дальше вода впадает в заливчик. Вот поэтому такие места обязательно надо облавливать. Опа, две поклевочки подряд. Две поклевочки были. Я иду, перемещаюсь по водоему. Вот в одном месте у меня тоже такая же маленькая бахварелька клюнула, но под сак и отвалилась. Есть. Прямо под камеру. Я снимаю. Так. Ну, покажись-ка. Вот она первая нормальная форелька. Форелька есть. Ох, смотрите, что выдает. Что выдает она? Это форелька. Ну куда ты? Куда ты в кусты-то тащишь? Там кусты не надо. И ушла у пацака, блин. Так, не знаю, это возьму или нет. Что-то предыдущего промахнулся. В берег ударилась и сошла. Не повезло. Да куда ты? Опа. Не, это в торбе. Опа. Вот она красавица. Вот чтобы клюнула форель Нужно забросить прямо под самые Туда деревья И если сразу метров 5 провел Поклевки нет Потом к сожалению бесполезно уже Сейчас попробую паузу сделать Бывает во время паузы Как сыпется Ударяет Сейчас поклевочки нет Сейчас еще раз попробую забросить туда Там под деревья Резко так начинается Какой свальчик небольшой Как бы глубина есть И вот форелька стала там в этом приянке Попадаешь прямо туда Она клюет Не попадаешь она не клюет Нельзя вот просто чтобы вам было понятно Какое это здоровое озеро Конечно Если рыба не плещется Ее не так просто найти Но при желании Можно Ходим ищем Смотрите тут парочки каких красивых уточек На веточках сели Холодно Нахохлились И не сидят себе Ждут потепления Пришел на другое место Ай-яй-яй Рассказывал Только исход Пока рассказал Что она клюнула Надо искать Заразу Поменяла Поставил маленький тройничок Потому что сходу Задолбали Рыба тут бойкая Прыгает Скачет Быстрее поймаем Быстрее отпустим Есть такое дело Кого-то мне убью сзади Ой даже видите Берет осторожно Даже тройничок вылетел Оставляйте Ну хоть до пасака доставил Сейчас поставил Блесенку от Олег Раскраску Мне Женя Соловьев делал Подожди Андрюха Не кидай Что-то он Небольшая плут Они так Слушай Как взрослые Они эти рыбы Они прут Как взрослые Ох Плечки Да ты смотри Да ты Ну красавица Есть Хороший же Сейчас отпустим Подожди Поменял я Сейчас блесенку Поставил Другой расцветочки Туже Иди иди Сюда Вди в торбу Блесна перфектор И расцветочка Вадим специал Моя расцветочка Крайний раз У меня отличилась Блесенка Перфектор От Олик Фишинг Два с половиной Грамма Ну вот сейчас Форелька Отошла Подальше Сделаю еще Забросик И если Не сработает Опа Есть А только Еще не вся рыба Ушла Она идет Прыгает Прыгает Красавица Вот такая Красавица Сейчас Сразу Отпустим Я тут Обнаглел Стульчик Поставил Потому что Блин Суставы Болят Спина Болит Спин Конечно Ходовая Рыбалка Но С возрастом Приходится Брать Стульчик Чтобы Хоть как-то Отдыхать Видите Наша Рыбочка Сейчас У меня В кармане Есть Сразу Жу У меня Тут Есть Тык Тык Когда Не надо Прыгает Не заведешь Соскакивает А тут И Сразу Жму Его Так Раз 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 Оп Да Иди Все Пошла Продостать Ну Еще Кину Несколько Раз Не хочу Так же Начинающим Сказать Не забывайте Проверять Горизонт Потому что Форель Такая Рыба Которая Не только Перемещается По всему Водоем Она еще И часто Меняет Свой Горизонт И Иногда Она берет Прям сверху Иногда Ближе К середине Поэтому Нет поклевок В одном Слое Начинайте Проводить В другом Друзья Вот сейчас Рыба Отошла Далеко И мне Пришлось Каспмастера Поставить Чтобы до нее Добросить Я видел Там какие-то Всплески Были Вдалеке А здесь Поклевки Прекратились А иди Сейчас Мы тебя Отпустим Отвали Сама Давай Не хочешь Да А выйти Тоже Не надо Обходи Обходи Все Видите Вот он Каспмастер Вылетел Сейчас Мы ее Отпустим У Каспмастера Очень Хорошие Полетные Данные Очень Хорошо Летит И когда Вы Начинаете Чуть Быстрее Крутить Он Высходит На Поверность У меня Кстати Спиннинг Всего До Семи Грамм В данном Случае У меня Каспмастер Этот Вот видите 14 Грамм В два Раза Перевешивает Но Просто Не резкий А такой Заброс Навесиком Все равно Летит Намного Дальше Чем Обычная Блесна И благодаря Этому Удается Доставать Рыбу Которая Стоит Достаточно Далеко Сейчас Не знаю Как вам Будет Видно Попробую Показать Как он Далеко Летит Конечно Оптимально Бы Такой же 7 Грамм У меня На середину Озера Ушел И все Веду Ну Как бы Относительно Быстро Чтобы я Колебал Я бы Веду Помедленнее Чтобы он Бес Такой Приличный Чтобы она Все таки Он был В верхних Слоях Вот первая Поклевка Опа Ах ты Не зацепилась Рыба Стоит Где-то Пол метра Метра От поверхности Не на самом Верху Но и Не глубоко И поэтому Нужно Вести Так В этом же Слое Нужно И вести Блесну У меня Было Четыре Поклевочки Но не Заело Бывает Такое Дело Самое Главное Что Близко Подвозь Уже Поклевок Нет То есть Если Есть То Как правило Рыба Идет Издалека И доходит До Берега Друзья Ну Наверное На этом Фильм Надо Заканчивать Чтобы он Очень Длинным Не был Значит Фильм Прежде всего Конечно Посвящен Начинающим Рыболовам И Как бы Нужно Расставить Все На Точке Нады Как говорится Первое Если вы Идете На какой-то Водоем Хотите Порыбачить Но Прежде всего Убедитесь Что там Нормальное Состояние Рыбы Что там Достаточно Рыбы Там Где нет Рыбы Вы ее Не поймаете Как бы Вы не умели Ловить Какие Оснасти Не были Это Маловероятно Это Можно И в Интернете Всегда Посмотреть Да И друзья Какие-то Есть Рыболовы Которые Подскажут Вот В данном Случае У нас Это Фрайновское Озеро И Буквально Недели Две Назад Сюда Запустили Форель Поэтому Я приехал Сюда Ловить Потому что Если Приехать К концу Сезона Сюда За Форелью Ты ничего Не поймаешь По одной Простой Причине Что все Съедят Кармараны Это Первое Если Есть Рыба В наличии Значит Надо Определиться С местом Ловли Очень Хорошо Как Бы Держится Форель Охотно Держится Форель В таких Местах Где Впадают Ручьи Какие-то Деревья Затопленные Косы Вот Я В данном Случа Здесь Идет Коса Вот Если Прямо Так Смотрите Влево Вправо Идет Как Свал В яму Это Тоже Большое Довольно Частенько Рыба Выходит На такие Вес Какие-то Повороты Реки Иногда Наоборот Рыба Делается Над Ямой Но В любом Суть Какие-то Должны Быть Аномалии В рельефе То есть Необычные Не просто Берег Идет И все Она Как правило Все-таки Ищет Какие-то Особенные Неестественные Скажем Места Нашли Мы Приблизительно Место Конечно Хорошо Когда Форель Прыгает Она Часто Это Делает Даже Если Кормится Чуть Ниже То Бывает Такое Что Выскакивает И Конечно Это Повозволяет Ее Найти Прежде Всего Если Вы Идете По Водоему Обойдите Его Посмотрите Где Перспективные Места И Посмотрите Где Рыба Прыгает Потому Что Если Рыба Прыгает Значит Есть Шанс Ее Поймать Вот Я Только Кинул Упала На Нападение Взяла Видите Далеко Далеко Блесна Только Упала И Она Тут Же Атаковала Значит Следующее Вам После Того Как Вы Определились Местом Ловли Вам Нужно Пробить Горизонты Я Это Все Рассказывал Просто Путем Отсчета Дальше Вы Подбираете Колебалку По Весу По Цвету Которые Подходят В Данном Месте Ловли Следующий Момент Иди Отвались Попрыгай Отвались Топа Давай Вот И Следующий Момент Это Проводки Колебалки То есть Это Может Быть Равномерная Проводка Равномерно С Остановкой Чтобы Прямая Колебалка Посыпалась Довольно Часто Так Бывает Что Колебалка Сыпется И рыба Ее Подбирает Различные Ускорения Тоже Хорошо То есть Замедление Ускорение Проводки То есть Вам нужно Подобрать Что Конкретно Рыбе Нужно Если Вы все Эти Правила Подпустили Если Вы все Эти Правила Будете Соблюдать То Вы Обязательно Будете С уловом Так Что Друзья Всего Хорошего До Пока